Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лопадом. И в руках у меня огромное книжище, которое, я надеюсь, вы не успели забыть. Это «Под водой и под землей». «Атлас» я вам не могу показать, потому что там был еще «Атлас» географических карт, которые сейчас, значит, с удовольствием листают племянницы, я надеюсь. Итак, это Александр и Даниэль Мизелинский. Вы, наверное, вспомнили этих прекрасных польских художников, авторов детских книг. Их, допустим, книгу про дома, наглядно и очень просто рассказывающих о сложнейших темах по современной архитектуре для детей. О том, что такое конструктивизм, что такое биодом, что такое современное бережное отношение к архитектуре, когда архитектурная среда должна сохраняться. И про самый маленький дом в мире, и про круглый дом, и про дом в горах, и так далее. Значит, это вот такой маленький архитектурный справочник для детей. Но Мизелинские придумали еще более интересную вещь, которая охватывает историю человеческих открытий и изобретений. Эта книга, опять же, предназначена для младшего школьного возраста. Она невероятно смешно нарисована и очень изобретательно составлена. Здесь чередуются реальные открытия, которых мы действительно хорошо знаем, даже будучи совсем маленькими детьми, и которые мы с удовольствием используем каждый божий день в своей жизни. И одновременно здесь описаны те патенты, которые, конечно, были кем-то поданы, заявлены и удовлетворены. То есть им было выдано патентное удостоверение. В России срок патента составляет сейчас 20 лет. Но воспользоваться ими человечество почему-то не захотело. Вот прекрасные трубочки, которые берегут уши длинноухой собаки во время еды. Не дают им пачкаться в еде. Или вот прекрасный фильтр для газов из попы. Удобный вкладыш, устраняет неприятный запах. Вот прекрасный совершенно. Кому пришло в голову, даже не спрашивайте. Здесь есть номер патента. Можете обратиться в Международное патентное бюро. Подушка со складным зонтиком. Незаменимая вещь на пляже. Патент выдан в 2004 году. То есть это чудо природы еще живут. Этот человек ходит по земле, изобретший вот это вот... А вот, например, 1981 год. Познавательный. Я сначала подумал, что все-таки 881. Но нет. 1981 год. Увлажнитель почтовых марок. Значит, патент номер такой-то. При нажатии кнопки выскакивает мокрый язык из ящичка. И увлажняет почтовую марку. Тоже, конечно, нужная вещь на почте. Когда вы в последний раз бумажное письмо отправляли? В общем, здесь много юмористических совершенно эпизодов и явлений. Но сама книга крайне серьезна. Она начинается с герона Александрийского, древних фотоэлементов. Первый век нашей эры. Когда зажигали огонь на алтаре, значит, ворота храма распахивались. Как будто невидимое божество по знаку жреца, значит, возжегшего эту жертвенный огонь, распахивало двери своего дома, то есть храма. Это древний фокус, которым жрецы дурачили, значит, людей еще в первом веке нашей эры, он по-прежнему вызывает удивление, потому что его постоянно показывают, значит, в различных уже цирковых представлениях. И как каждая главка этой книги сначала нам рассказывается, как это устроено в деталях в разрезе, да, а потом показано, как это выглядело в историческом контексте. Прекрасная полостная иллюстрация, разворот, значит, с юмором, с очаровательными совершенно репликами действующих лиц, которые, как в комиксе, значит, снабжают все это. Вот, допустим, демонстрация первого летающего дракона. В качестве пилота этого самодельного аппарата, значит, в Варшаве выступал в каком-то веке там выступал кот, значит, подпревязали кота, да, вот. Ну, собственно говоря, первый раз полетел от них не человек, да, если вы помните, блестящее общество собралось. Значит, гусь, баран, если не ошибаюсь, кошка, что ли, да, кто-то третий, вот, а, и свинья, значит, их подняли на Монгельфеере посмотреть, что там с ними будет. С ними все было в порядке, они мемуару потом рассказывали, значит, на своей ферме описывали всем невероятные путешествия, вот. Прекрасный совершенно пузырьковый телеграф, вот. Дорожное колесо, посмотрите, да, такой монопод своеобразный, да, моноцикл, вернее, простите, такой моноцикл какого-то там 16 века, вот. Есть, конечно, изобретения нелепые и смешные, да, но в целом книга не случайно познавательна, потому что здесь же рассказано об огромном количестве тех изобретений, которые мы сейчас используем вовсю и которые нам пригождаются каждый день, вот. И мы действительно можем узнать что-то об истории, допустим, один из первых хронометров, это горящие часы, да, ну, такой вариант, аналог Клипсидора, да, водяных часов, когда сгорало определенное количество, определенная длина веревочка или свеча, или фитиль, да, выгорал, да, и часы, значит, срабатывали, подмеряя время, вот. Крылатая жилетка прекрасная совершенно, тоже не очень все получилось. То есть бегун-генератор, который генерирует электричество, вот, велодорожная ласточка, концентратор внимания чудесный совершенно, вот, летучая ладья, велосипед для бега, чего здесь только нету. От парового коня до генератора Теслы, да, который, значит, ток без проводов проводит и получает гигантским напряжением, да. Некоторые вещи вполне себе действующие, рабочие, вот, проводенные часы я уже говорил, а вот, допустим, мои изобретения всегда действуют, кричит изобретатель и рассекает пляж, приморское, значит, плоское ровное место, да, на парусном корабле, да, поставленном на колеса. Ветроход, это был реальный транспорт, он курсировал между двумя городами, достигая неслыханной, недостижимой для конного дилижанса по тем временам скорости, да. Это около 1600 года произошло. Вот, что вам сказать, это веселая история, это история забавная, история заблуждений и невероятных каких-то глупостей, которые делали люди, но это история великих открытий, история тернистого пути научной мысли, история фактически, которая показывает нам, как должно работать человеческое мышление, сколько всего интересного приходится по пути обогнуть, чтобы дойти, наконец, короткий путь в эту самую цивилизацию, в которой мы живем, со спутниками, с мобильными телефонами, с компьютерами, значит, с интернетом. Вот такая история дерзких изобретений, значит, на которой называется «Есть патент». Вообще сама мысль о том, что изобретать это классно, это весело, это удивительно интересно, о том, что это не просто достойное занятие, а занятие, которому можно гордиться, и которое, независимо от практического результата, вот смешные патенты я уже описывал, да, все равно требуется повторять и повторять, потому что одна из попыток точно окажется удачной. Это очень правильная мысль. Закладывать ее в голову детей таким остроумным и интересным способом, я считаю, великая цель. И очень хорошо, что в издательстве «Самокат» вышла эта книжка. А Александру Даниилу Мизеринским, прекрасным польским художникам и авторам книг, вообще, респект и уважуха за то, что они делают. Это действительно одни из лучших иллюстраторов наших дней в детской книге. Читайте, и, собственно, я думаю, что их фамилия – это уже знак качества. Спасибо за внимание.